Добрый вечер, меня зовут Сергей и с нами в студии еще моя ведущая Кристина и Бача Корчалава, наш гость постоянный, воскресный. На самом деле хотелось бы узнать, что сейчас на повестке дня в российско-украинских отношениях и о чем сегодня разговаривает Российская Федерация в контексте Украины, потому что у меня очень много знакомых в России живет, я там учился в свое время. И мне вот так вот по тихой грусти сказали, что вот украинский вопрос, он уже фактически не стоит на повестке дня и хотелось бы узнать у вас так ли это. Ну, Москва, Кремль сейчас усиленно добиваются своей интерпретации Минских соглашений. Они хотят навязать это Киеву и с помощью отцов, матери и отца Минских соглашений Оланда и Меркель. Идея Путина это сохранить контроль над так называемой Угандунией и втолкнуть ее насильно в политическое поле Украины, чтобы она там как раковая опухоль разлагала это тело. И ведь цель Путина не Крым и не Донбасс, цель Путина – Украина. Любыми средствами блокировать европейский вектор развития Украины. Вот когда чисто все планы Новороссии, Наполеоновские провалились, когда ясно, что невозможно прямая военная интервенция по ряду причин, вот сейчас основным инструментом является именно вот второе тело Украины, так называемое Угандуния. Андрей Андреевич, ну в этом контексте не могу не спросить, а вы слышали об этой информации, что якобы хотят назначить Ахметова и Бойко? Конечно, конечно, она же целиком в это укладывается. Я думаю, что инициатива это, ну пока мы питаемся слухами, но я, это вполне логично в духе вот путинских усилий, представить это Западу, тем же Меркель и Алладу, которым вообще тоже же надоело возиться с этой проблемой. Хотелось бы как-нибудь ее уладить, а там, глядишь, еще Нобелевскую премию схватить за урегулирование украинского кризиса, как важный прогресс. Мы же не навязываем украинскому политическому классу ни Гиви, ни Моторова, ни Гиви, ни даже Захарченко, ни Полтава, Патницкого, а вполне уважаемых государственных деятелей, хорошо известных на Западе бизнесменов. Вот это, и потом это же синичнейшим образом связывается и с судьбой Надежды Савченко. Мы видим, какое громадное возмущение во всем мире, вот эта практика заложничества. Что такое Савченко, Сенцов, Коченко, другие, это захваченные террористом заложники, которые, террористы, в данном случае Москва-Крем, хотят получить максимальный выкуп. И вот этот максимальный выкуп, это, конечно, их интерпретация Минских соглашений и, соответственно, снятие санкций. И вот они отвечают Западу, помните, на днях мелькнули такие заголовки, Путин лично, лично обещал Меркель освободить Савченко. Да, он говорит, давайте вот заключим на наших условиях Минское соглашение, вы снимаете санкции, естественно, как элемент Минских соглашений будет освобождена Савченко. Вот такую игру сейчас ведет Кремль. То есть Кремль хочет обменять Савченко на снятие санкций, правильно понимаю? Нет, гораздо большее, чем снятие санкций. Снятие санкций на свою интерпретацию Минских соглашений, чтобы Украина взяла в свое политическое поле полностью контролируемую враждебную ей территорию, мы говорим с господами Акметовым и Бойко, и, может быть, четкими другими. Ну и как следствие, я вам честно скажу, что санкции-то уже даже не так важны. Российская экономика уже никакое снятие санкций не спасет. То есть, конечно, это хорошо, но главная политическая цель даже не сами санкции, а вот исполнение вот этого плана, нового плана удушения Украины и блокирования европейского вектора путем вталкивания туда на своих условиях в Гондоне. Господин Пянковский, правильно я вот сейчас понимаю, знаете ли вы такую информацию о том, что на Украине вариант Ахметова и Бойко, так званный Медведчуковский план, не совсем выгоден, в том числе и Порошенко, потому что тогда эти территории будут голосовать, будут голосовать явно не за президентскую фракцию, явно не за него во втором туре выборов. И вот этот вариант навязывается, опять-таки, Западом путем шантажа, что вот мы тогда, если вы не согласитесь на вариант Ахметова и Бойко, мы тогда будем вставить вопрос ребром и вставить вопрос о снятии санкций с России. Ну, может быть, не так резко формулируют свои отчаяния ваши западные друзья и коллеги. Ну, в общем-то, да, давление Запада на Киев чувствовалось всегда. И в изменении конституции, там, федерализации и так далее. А сейчас мы, согласитесь, что эту партию Путин разыграл довольно успешно, проэксплуатировав в том числе и просто чисто добрые человеческие чувства западной общественности, западных лидеров к Савченко. Давайте вот еще и надежду, конечно, освободим. А если этот вариант не проходит, да, этот Медведчуковский план, какой тогда план Б России? Это Карабах, ну, что тогда они будут делать из Украины? Ну, понимаете, давайте лучше посмотрим со стороны Украины. Вы правильно сказали, что он совершенно не нужен, но, мне кажется, по гораздо более глубоким причинам, чем то, что это изменит какие-то электоральные перспективы блока Порошенко. Это оккупированная территория. Это оккупированная... Мне кажется, что вот в Минских соглашениях есть одно положительное. Я это говорю с первого дня Минских соглашений. Это прекращение огня. Люди перестали гибнуть, по крайней мере, в таких количествах. Это четкая линия разделения вооруженных сил, которые готовы оборонять украинская армия. А все остальное, все остальное это фантазии. Москва никогда не выведет войска, никогда не передаст границу. И я надеюсь, что Украина тоже не согласится вот на то, что ей навязывают, чтобы кто-то там... Неважно, кто Моторова или Ахметов, или какой-то третий мерзавец стал. И мерзавцы стали как бы частью украинской политической элиты, заседали в Раде, в Совете Безопасности и решали судьбу Украины. Мне кажется, наиболее последовательная позиция Украины должна быть это оккупированные агрессором территории. Мы с этим никогда не примиримся. Мы не собираемся сейчас... У нас нет возможности вернуть их силы, но рано и поздно мы вернем. Это оккупированная территория, все ответственность, что там происходит, несут оккупационные власти. Пусть они назначают там кого угодно, каких угодно оторывов, каких угодно Ахметова. К нам это не имеет никакого отношения. Вот я бы рекомендовал такую позицию украинскому обществу. Андрей Андреевич, если позволите, еще вопрос. Смотрите, ну вы говорите, что в обмен на Савченко достаточно много требуется к Кремлю. Причем за счет чего это происходит? То есть не мы ли по своим пристальным вниманиям просто возвеличили Савченко, если можно вообще так говорить? То есть за счет чего такая большая цена сформировалась? Вы знаете, Кремлю удается использовать историю Савченко в своем давлении на Запад не потому, что вы возвеличиваете Савченко, а потому что Запад относится к ней с громадным уважением и симпатией. Западу действительно хочется спасти Савченко. Ну так всегда ведет себя террорист, понимаете? Вот вчера, это не мой пример, это, по-моему, вчера Латрина вспомнила аналогичные случаи. Ну, я лично близкий, лет 10 назад. Каддафи там арестовал болгарских медсестер, обвинил их, черт знает в чем там, в отравлении ливийских детей с ПИДом. Говорил, что он там расстреляет или повесит. Это вызвало симпатии к ним и возмущение во всем мире. И Каддафи как бы на поклон пошли там президент Саркази, по-моему, еще премьер Италии. Все приползали к нему к шатер и просили пощадить этих болгарских сестер. А ему, так сказать, для его понтов только этого было и нужно. Вот это всегда, террорист всегда так ведет, когда у него заложники. Он требует большой выкуп и издевается над теми, кто хочет этих, кому эти заложники дают. Но вот вы, как-то перед этим, отвечая на один из моих вопросов, сказали, что Украине важно, ну и Украина, скорее всего, будет силой забирать все-таки свои оккупированные территории. Может быть, не сейчас, так позже. Это, по-вашему мнению, единственный возможный выход вообще из этой всей ситуации? Это не единственный сейчас вопрос о силовой акции. Вообще, самый лучший способ вернуть этой территории – это успех украинских реформ и украинского вектора развития европейского. Тогда люди, живущие на этих территориях, также захотят все поголовно вернуться в Украину, как жители ГДР хотели вернуться в ферративную республику Германию. Это, что касается украинского аспекта проблемы. А еще российский. Авторитарные режимы не вечны. И путинский режим не вечен. Он вступил уже в окончательную стадию его гниения. Экономика его обречена. И рано или поздно он рухнет, и ему придется, наследникам этого режима придется расплатиться со всем миром, в том числе и Украиной, по накопленным долгам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!